Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Ольга Уралочка Лайф. Да, мои хорошие, будем обсуждать сегодняшний влог Уралочки, первая часть, да, собственно, моего обзора на ее сегодняшний ролик. И опять на даче, и опять ролик на сорок с лишним минут, да, и опять, друзья мои, представляете про Надюху, да, про Уралкину подружайку. Уралочка вовсю рекламирует Надюху, мол, Надюха, агроном, обращайтесь к ней в случае чего. Ну и, знаете, я смотрю, смотрю ролик и тут же, конечно же, читаю комментарии, которые уже успели накидать Уралочки под ее роликом. В комментариях пишут, интересно, агроном от бога Надюха тоже столько всякой гадости химии использует на своем участке. И представляете, ведь Уралочка даже снизошла до того, чтобы ответить под этим комментарием. Это не гадость, это удобрение. Ну да, Уралочку переубедить ни в чем невозможно. Только они правы, ребят, сегодня был цирк с конями самый настоящий, а именно культиватор опять вышел на подмостки. Но об этом речь пойдет немножечко позднее. В общем, друзья мои, у Уралочки уже там все приболело, и она говорит, надо все это дело благополучно полечить, в том числе и клубничку. Прорекламировала, как я сказала, она свою подружайку и говорит, вот, купили мы шланг. Уралочка, правда? Мы думали шлангу, шлангу, шайбу, шайбу. Так вот, Уралочки шлангу, шлангу, как она всегда говорит. Далее, ребят, комментарий еще один. Знаете, не могу не зачитывать. Обычно, когда делаю обзор на ролик, не зачитываю комментарии, но здесь мне было смешно. Пишут Сарафану. Сафар, если тебя удерживают насильно, моргни три раза. Вы знаете, мне стало смешно по той простой причине, потому что у нас моргает моргунчик, самый настоящий, это Уралка. Поэтому, знаете, надо уже обращаться, наверное, к Уралке. Скорее всего, ее там удерживают, она нам подает всякие разные, значит, знаки, моргая своими глазами, подмигивая то одним глазом, то другим глазом. Ну, а мы все не понимаем и не понимаем, да. Далее, друзья мои, комментарий. Даже колорадский жук понимает, что картошка уже отравлена. Это что-то с чем-то, это нечто. Но, вы знаете, Уралочка сегодня меня просто удивила, сразила буквально на повал. Она не успела прийти, да, приехать на дачу, как тут же с места в карьер полезла в теплицу. Думаю, боже мой, неужели сейчас Уралочка примется за какую-то работу, да? Но не тут-то было, друзья мои, слишком хорошо я подумала про Уралочку. Наша передовица-производство, именно передовица-производство, а не передовик, она, вы знаете, она начала перечислять все, что необходимо сделать будет на даче на сегодня. Так скажем, план действий на сегодня был озвучен, друзья мои. Ну, в общем, да, мы-то уже привыкли к тому, что Уралочка у нас стоит и только лясы точит и только озвучивает план действий. Но при всем при этом сама практически ничегошеньки не делает. Хотя, что ей делать? Ее и так уже давным-давно записали в стахановцы и в передовики производства. И она прекрасна, да, прекрасна все, как говорится, все хорошо, прекрасная маркиза. Ну, а сарафан, друзья мои, началось просто с шоу по заявкам телезрителей. Вернее, мы не заказывали, но шоу нам решили продемонстрировать. Ребята, мало того, что эти двое в тельняшках, да, которые нам вовсе не товарищи, мало того, что они все никак не могут угомониться с этим культиватором, месяц уже прошел, как они все не могут простить зрителям, которые их подняли просто на смех и сказали о том, что вы что, чокнутые? Вы что, ненормальные? Вы что, не понимаете, как надо пользоваться культиватором? Так, друзья мои, да, я так поняла прекрасно, что ту рекламу, конечно же, рекламу культиватора, обзора на культиватор им рекламодатели не засчитали. Поэтому они были такие злые, и поэтому в сегодняшнем ролике им пришлось еще раз демонстрировать тот самый культиватор, и опять они ссылки скидывали, то есть, значит, это говорит о том, что им, им, да, поставили условие еще раз прорекламировать культиватор, потому что в прошлый раз то, что они сделали, это, конечно, они рекламу не отработали, естественно. Ну и, собственно, сарафан, да, сарафан, как всегда, прихватил культиватор и айда пошел. Да, друзья мои, и говорит, ну что, кто там над нами смеялся? Я в инструкции все прочитал, как надо, говорит, конечно же, говорит, кто прав? Уралка кричит, конечно же, ты прав, ты прав. Ну, слушайте, если вы были бы правы, то зачем бы вам, вас никто бы не заставлял второй раз рекламировать этот же самый культиватор? Это мы все прекрасно понимаем. Реклама одна, все, пожалуйста, прорекламировали и все. Но вы тогда его настолько прорекламировали, сделав ему антирекламу, что вас рекламодатели заставили, да, ну, либо возвращайте товар, либо делайте нормальную рекламу. Ну, и потом, если вы были абсолютно правы, прекрасно, я помню, я этот момент даже обсуждала, что они отключили на тот момент комментарии к видео, где как раз-таки была реклама этого самого культиватора. Так зачем тогда отключать комментарии, если вы были правы и уверены в своей правоте? Скажите, пожалуйста. Многие тогда не поняли, писали, нет, но у них же есть 400 комментариев. Я объяснила, что у них комменты, да, комментов меньше, наверное, где-то, ну, самое меньшее, у них где-то 700-800 комментариев. Ну, край 650 и то даже больше. Но дело не в этом, а просто когда пошли комментарии, спустя 2 или 3 часа они отключили возможность комментировать. То есть старые комментарии остались, но больше возможности комментировать не было. Такого не бывает, чтобы в свежем ролике, под свежим роликом у них было всего 400 там с лишним комментов. Короче, как-то так. Друзья мои, они поняли, что они были неправы, но здесь они пытались все переиграть, друзья мои. Не засчитали им рекламу культиватора и, собственно, пришлось опять делать рекламу и скидывать ссылочки. И вот, кстати, хочу зачитать комментарии, которые им написали. Сарафан бегом-бегом побежал вперед с этим культиватором, мол, смотрите, кричит Уралка, сзади остаются его следы. Что это такое? Вот лучше назад идти? Боже, какие они придурки, ребят. Они действительно два идиота, которые пытаются показать, что идиоты все вокруг. Правильно им написали в комментариях. Вы такие упрямые, это капец. То есть, когда культивируешь, топтать не надо, а потом сафар топчется, это что? Несет, не пойми что. Так оно и есть, ребят. Далее. Далее, значит, про культиватор им что только не написали. У вас люди дураки одни, а вы правильные. То есть, они написали, да? У вас все дураки, только одни вы правильные. У мотоблока вперед и назад это один ряд. Ребят, да. Это один ряд. А не один раз, как у вас. Они даже не понимают. Вот он прошел вперед, что? Вот сзади остались эти. Ну, идиоты. А вспашка должна быть. А не бегом, лишь бы, лишь бы через одно место. А если сами тук-тук, то людей слушайте. А не в каждом ролике людей хаете, да? Будет только к людям добрее и не плюй на них. Сама рука жопа, если б не сафар, сидела бы засранная. Ну, это да. Но, с другой стороны, сарафан-то, конечно, тоже не в зуб ногой, как говорится, абсолютно ничегошеньки не может. То есть, они даже не понимают, что это был действительно один раз, да? А не один ряд, как они сделали и продемонстрировали. Ну, в общем, да, друзья мои. Там только один тузик старается в комментариях. Из, значит, всех комментариев, которые имеются. 50% комментов написано рукой тузика, который строчит хвалебные вот эти вот всякие оды нашей Уралочки, признается ей в любви. Вы знаете, ну, либо это кто-то, конечно же, стебется, либо, собственно, это кто-то из Уралочкиного планктона, возможно, ее модераторы, которые написывают ей подобного рода комментарии. Далее. Далее, друзья мои, Уралочка. Уралочка опять, как всегда, значит, срется, срется со своими комментаторами и говорит, ой, вот нам пишут, пишут, говорит, что это химия. А что, в магазине вы что-то другое без химии покупаете? Уралка, а при чем здесь в магазине? Речь-то идет как раз-таки про натуральное и домашнее. При чем тут, при чем тут ты прицепилась к магазинам, да? А смысл тогда выращивать домашнее и натуральное, если здесь у тебя одна сплошная химия, да? А где тогда, в чем тогда вся суть, весь смысл? Где тогда эта натуральная продукция? И потом не стоит забывать, что у всех людей все абсолютно по-разному. Кто-то действительно не использует огромное количество химии, да? Кто-то использует, ну, тогда действительно какая разница? Тогда зачем вот это все сажать, когда можно все же это и купить? И опять же тоже продают ведь все разное, правильно? И уралка, не стоит забывать, ты знаешь, вот мы не держим домашнего хозяйства. Но мясо покупаем натуральное. Куру покупаем натуральную, домашнюю. Знаем прекрасно, чем там кормят, да? И яйца покупаем домашние, представляешь? И картошку покупаем домашнюю, между прочим, да? И многие овощи, многие ягоды покупаем тоже домашние. Представляешь, вовсе не обязательно лежать на грядках, да? То есть это личное дело каждого. Опять же, если кто-то это дело любит, кому-то это по душе, это прекрасно и хорошо. Только в таком случае не надо это, знаете, делать культ из этого, да? И считать, что все должны бежать срочно на грядки и срочно, как говорится, заводить себе огороды. Кому-то это абсолютно даже не нужно. Но в любом случае, ребята, вот понимаете, мне становится уже смешно. Как только они появляются где-то в районе дачи, все тут же им начинают медали вешать на грудь. Боже, какие же вы молодцы, какие же вы огурцы, да? Какие вы прекрасные, вы пришли на собственную дачу. А что они такого сделали? На маленькой дачке в очередной раз что-то сажают, да? Для себя, на минуточку, для себя. Они не сажают, это не благотворительная акция, где они посадили, собрали урожай и отвезли, допустим, в какой-нибудь, да, дом престарелых, или в какой-нибудь детский дом, или раздали каким-то малоимущим, да, и так далее. Нет, они сажают это исключительно для себя, для собственных нужд, для собственных потребностей. Какие проблемы? Они делают это для себя. Опять же, зачем их тут же возводить в ранг святых? Мне просто очень интересно. Короче, друзья мои, в очередной раз Уралка нам продемонстрировала, что она никого они не слушают, ничьё мнение для них абсолютно неинтересно. Кто прав, кричит Сарафан, который прям бегом побежал по этой, значит, грядке, да, с этим культиватором в руках? Она, конечно же ты, конечно же ты. Вот слушайте, вот знаете, чем отличается дурак от умного человека, да? Умный всегда учится на своих ошибках, да, и умному, если он понимает, да, умный человек тот, который в состоянии признать свои ошибки, а дурак это тот, который всегда будет переводить стрелки на кого-то другого, у которого всегда будет виноват кто-то другой. И он никогда в жизни не сможет признать, что он был неправ. Вот тогда уже все сказали, что Сарафан был неправ, однако же они опять сегодня нам показали вот это шоу, да? Ну, я так понимаю, что рекламодатели просто заставили их это шоу показать. И опять, и опять вот все это было, вы видели, как скомкано, да, то есть он даже специально побежал по этим грядкам. Смотрите, он оставляет за собой следы придурки. Вам же написали, да? Вам написали, что, во-первых, топтаться так не надо, а во-вторых, вспашка, да, должна быть спокойная и нормальная. И у мотоблока вперед и назад это один ряд, а не один раз, как у них. Ну, ребят, это те люди, которые ничегошеньки не слышат, поэтому у них, знаете, и рассада ни хрена не растет, да? И вот своими вот этими химикатами, своей вот этой химией, она даже все вот это вот абсолютно просто у нее все что-то погибает. Там где-то не выросло, там не выросло, потому что там перекидало, там переделало. Господи ты, боже мой, да? Но все такие специалисты, ну, вот что-то как-то где-то везде вот не дотягивают, вы знаете? Но при всем при этом рассказывают нам, какие же они агрономы и какие они прекрасные специалисты. Ну, а Тузик продолжает, друзья мои, писать, писать для Уралочкиных очей усладу. Реально не видели настолько интересные влоги, у вас все прекрасно. Олечка, ты лучшая, пишет ей Тузик. Ты самая лучшая и сердечки. Ну, что хочу сказать. Такого дурдома действительно я нигде не видела. Назвать их влоги интересными, лучшими, это, конечно, очень сильно. То, что Олечка самая лучшая, это тоже, друзья мои, очень сильно. Да, это надо, конечно, вообще просто с закрытыми глазами закрыть глаза, заткнуть уши и вот как-то вот так вот просто строчить непонятно что. Ребят, вот такой у меня получился обзор и продолжение на этот ролик Уралочки следует. Пишите, что думаете вы по этому поводу, по поводу наших агрономов, по поводу наших вот этих вот тружеников, да, прекрасных, прекрасных людей. В общем, пишите, что думаете по этому поводу, вставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok